Мы должны прекрасно понимать, что вообще у нас в обществе есть определенное неправильное понимание Укрборнпрома и военно-промышленного комплекса. У нас люди не понимают основной сути этого вопроса. Основная суть заключается в том, что военно-промышленный комплекс это производная от развития промышленности и науки и системы образования. Прежде всего техническая система образования. Потому что если в стране уничтожена полностью система начального технического образования, так называемое профессионально-техническое училище, которое просто уничтожили как класс. Если у нас все хотят стать юристами и экономистами и у нас нет никакой корреляции между теми специалистами, которые технические вузы выпускают и теми профессиями, которые есть на рынке. Если у нас каждый год сокращаются инвестиции в науку, недостаточные инвестиции в образование, сейчас хотят сокращать предметы. Сейчас в школах сливают вместе, условно говоря, математику с географией. Ну а о каких специалистах мы можем говорить? Промышленность, полная деиндустриализация страны, полная. Инновации, 99% инноваций уходят за границу. Нет никакого трансферта инноваций в реальный сектор экономики страны имеется в виду. Все инновации, которые у нас изобретаются, они все уходят за рубеж. Потому что здесь их негде применить. Поэтому все попытки создать какой-то инкубаторный военно-промышленный комплекс, который будет как вещь в себе функционировать, они обречены на жесточайший провал. То есть сначала нужно запустить промышленную политику, нужно запустить новую образовательную политику, чтобы система образования четко взаимодействовала с потребностями реального сектора экономики в тех профессиях, которые этой экономике нужны. И госзаказ исходил от потребностей экономики в профессиях, а не от желания вузов просто заполнить парты в своих аудиториях. Когда пойдут государственные инвестиции в науку, будут создаваться государственные центры трансферта инноваций в реальный сектор экономики, государство будет помогать стартапам и новым инновациям развиваться. Только тогда, как производная, от этого отпачкуется этот военно-промышленный комплекс, который во всех странах является как производной именно развития промышленности. Израиль, например, вот у нас часто говорят про военно-промышленный комплекс Израиля. Ну так извините, Израиль создал этот военно-промышленный комплекс как результат развития промышленного сектора. Сначала в Израиле появились химические предприятия, фармацевтические, они научились делать свой общественный транспорт, свои автомобили выпускать и так далее. А потом уже у них появились и свои танки «Меркова» и все то, что они сейчас продают по всему миру. А мы хотим на головном месте это сделать. Но и реформаторы, которые до войны пришли в «Укробонпром», не буду называть фамилии этих людей, которые сейчас находятся тоже при власти, они очень хорошо поработали с этой компанией в кавычках. То есть я даже так скажу, может быть это и рисковато прозвучит, но война фактически остановила полное уничтожение «Укробонпрома». Потому что его хотели корпоратизировать, реструктуризировать, рассечь на различные предприятия, часть приватизировать, часть ликвидировать и так далее.